Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь Верхов. В этом видеоролике краткий обзор печи новой модификации гравитсапа КЦ-3. Третья модификация этой печки. Печь идет в комплекте с чехлом, в лучших традициях. Без печи. 11,5 ларен. Достаю ее из чехла. Печь ставится на подиуму, корону. Замок. Дальше. Второй. Раскрываю ножик комплекта. Открываю дверцу тупки. Вынимаю флаг. Бак-парогенератора. Кран на плече от телевизора. Сразу можно заметить. Вот эти стяжки. Сегмент дымохода на 90 мм. Еще один сегмент дымохода на 90 мм. Верхний сегмент 75 мм. Трехонический сегмент один и другой матрешка. Полка донца. Сегмент паропригревателя. Трехонический сегмент дымохода на 90 мм. И крышка бака. Это две стяжки. Так, устанавливаем бак. А этот кранчик примерно так. Все. Одеваем крышку бака фарогенератора. Теперь крышка бака плотно прижата. Но для более жесткого соединения крышки бака, самого бака и тупкой печи предусмотрено в комплекте две стяжки. Верхнее звено, оно короткое. Нижнее звено длинное. Вот. Коротким звеном мы устанавливаем стяжку наверх. Вот. Это проушина на подиуме. Вот она. И здесь нет. Если так аккуратно, то делается. Все. Накрепим. Вот это одна стяжка. Стяжка будет в расположенной стороне. Тоже. Заметку затеряем. И сверху начнем. Сверху, а потом снизу. И вот. Здесь. Там внизу закрепили. Длинный замок. Все. Теперь мы обеспечили жесткое соединение трубки бака и крышки бака. Полка тонца. Здесь кронштейны. Мы их разворачиваем. В пространстве между топкой печи и кожухом и конвектором. У нас две проушины. Две проушины, которые являются опорами для полки донца. Кронштейны устанавливаются в эти проушины. И полка донца удерживает здесь камни. Пространство между кожухом и конвектором и топкой печи. Если фракция большая, то кожух будет немножко вот сюда. Камни будут его распирать. Вот таким вот образом. Ну а мелкая средняя фракция останется вот в таком положении. Сегмент пароперегреватель. Вот таким образом он выглядит. Это сам сегмент. Это его корпус. Здесь находится спираль. Через спираль проходит пар и перегревается. Выходит он вот отсюда. Здесь гофрированная часть. Это негофрированная. Гофрированная, негофрированная устанавливаем. И старая. Добираясь полного соединения. Два сегмента дымохода 90 мм. Остальные четыре сегмента дымохода. Каким образом? Три конических. Один к другому. И последний сегмент. Здесь все очень похоже. Как у пичи жига. Все это ставится сюда. Высота сегмента дымохода получается чуть более трех метров. У нас с вертикальной топкой. Это пич с колосником. Движной ящик зонника. Шишку зонника. Чуть-чуть на себе. Мы регулируем тягу. Открывая зонник, мы обеспечиваем мощный приток кислорода. Поддерживающий горение пищи. Фото-проветки до верстутки закрываются таким образом. Печка С3. Горловина бака. Координатор. Сюда вливается вода. Рабочий объем 10 литров. Теперь будет сложно не уследить за таким большим объемом воды, чтобы все выкипело. Но даже если вся вода вдруг случайно у вас выкипит и выйдет из строя в тропластовый вкладыш у крана, в этом случае вот этот вот модуль бака парниратора подлежит замене. Происходит замена и печь продолжает дальше функционировать. КС-3 дровицапа. Модульная печь с вертикальной топкой. Шесть сегментов дымохода в комплекте. Два сегмента по 90. Три конических сегмента и один 75 мм диаметром. Первый сегмент. И также сегмент пароперегревателя. Горловина. Бака парниратора. Заливается вода. Рабочий объем 10 литров. Замок защелка. Закрыли. Передуточным давлением. Пар. Когда вода кипит, подается сюда, сюда в сегмент пароперегревателя и по спирали перебивается, выходит отсюда. Кран. Ты четверти дюйма. Комплект здесь. Две прокладки. Муфта бака. Дверца топки. А тут же запирающийся ног. Классник. Зольник. Выдвижной ящик. Зольник. Стоит печка на подиуме. Подиум корона. В транспортном положении. Подиум одевается сверху. Здесь предусмотрена специальная выемка, которая одевается на муфту, потому что бак тоже в транспортном положении, переворачивается. И как кольцо вставляется в топку. Стяжки обеспечивают надежное крепление крышки бака, самого бака. Их в топке печи. Процесс. демонтажа причин всех ее элементов. Снимаем сегменты дымохода. Снимаем сегменты пар переливателя. Стяжка. Вторая стяжка. Здесь снимаем пол удумца. Крым штыр на место. Теперь у меня есть возможность снять крышку бака. Я открываю головину бака парагнера и снимаю крышку. Можно снять бак парагнера, крампунители. Снимаем толпу печени с подиума. Кладем крышку бака парагнера в основании толпы печи. Сегмент дымохода 90 и сегмент 75. Один в другой и ставим. Теперь сегмент на 90 поставим на 100. Внутрь него положим две стяжки. Таким вот образом. Три конечных сегмента. Один в другой. Так. Есть. И кладу сюда пол кудонца я положил. Вот таким вот образом примерно. Ну и крамп. Кранчик как-нибудь вот так. Теперь открываем дверцы топки. Это отверстие у бака, где проходит пламя, вот так. Ориентировалась вот в это пространство. Пустое. Вот таким вот образом примерно надо действовать. И вот поскольку дверцы топки у меня открыты, а я чуть-чуть могу манипулировать сегментами дымохода. Вот так. Все закрываю. Здесь у меня два замка. На них я закрываю первый замочек и второй замочек. Я устанавливаю подиум корону наверх. Непосредственно на бак. Здесь у меня муфта, поэтому я ориентирую подиум вот этой вот выемкой специально, чтобы у меня корона, подиум, легко зашла. Все. Теперь печка, конце 3, готова к переносу. Вес всего 1,5 лаган. Но тяжелое преимущество занимает небольшую площадь. ЗAmק. Продолжение следует...